Добрый день всем. Меня просили от товарищей с КПРФ пояснить за такую позицию, да, принято это было несколько вопреки. То, что я озвучил на собрании депутатов, которое состоялось три дня назад, озвучил простую общечеловеческую мораль, что садики, детские сады закрывать нельзя. Нельзя закрывать. Очень легко закрыть детский садик. Но ты попробуй, вот из тех, кто закрывал детские сады, оптимизировал, хоть один, хоть один из них, хоть один детский садик открыл, я сомневаюсь. Очень сомневаюсь, потому что это куча бумаг, куча разрешения, куча согласования открыть детский садик. Ну, конечно же, проще его закрыть, да, сказать, что нет денег, прочее, прочее, прочее. Ну, ладно, я поясню позицию, почему, хоть и говорят, да, ну, как же так, ну, ты, Роман, ничего не понимаешь, но оптимизация необходима. Собственно, один детский садик явно лишний. Ну, да, понятно. Ну, мы же не можем никак денег привлечь, да, мы же депутаты, да, мы же там, ну, вот, мы там управленцы, мы там, ну, мы же не можем все, ну, мы же не все сильные, как там нам объясняют, да. Ну, почему бы отдел, да, по привлечению, по генерации грантов было хотя бы не продумать, хотя бы, хотя бы просто подумать об этом, что это можно сделать, да, как бы, давайте подумаем. Ну, давай, Зайцев, ты сказал, давай, реализовывай, покажи, как это будет на деле, к примеру, модель рабочую покажи. А я показал бы, дело не стало бы, рабочая модель, в общем-то, есть. Ну, этого не случилось, и вообще все, что позитивное, то, что может привлечь вот эти самые средства, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что нет средств, нет средств на содержание садика, нет средств на содержание там школы, да, школы закрывались. Что у нас там закрылось? У нас по школам так явно, чтобы не было, помню, 13-е у нас сгорало, да, школы там меняют свои виды, вот, УПК в обычном понимании не стало, но это ладно. Все беды, да, вот все беды, мусор, почему? Денег нету, почему закрывается, там больницы позакрывались, денег нету, людей нету, нет для кого это делать, автобусы почему там долгое время не ездили, сейчас тоже часто не ездят там магинские, почему? Ну, да людей нету, нет для кого работать, все, ответ достойный, нормально. Все, вот все проблемы, все беды из-за того, что нет денег, нет бюджетов, надо где-то перетаскивать постоянно с одного места на другое, вот эти бюджетные лапки делать, а где его взять, если хочется, если как бы нужно и для города делать, ну и нужно как-то еще распиловывать, да, тем, кто привык, у кого потребности уже, кто полюбил молоко и сметану, кто любит хорошие машины, и кто любит просто роскошь, там, дорогие коньяки пить, им нужно еще кусочек отпилить, тому кусочек этому, всем надо, да, а бюджет-то он не резиновый, на всех тоже как бы не хватает, кому-то приходится и в тюрьму садиться, кому не хватает, да, сильно там, туда его, может быть там хватит, так если все беды от того, что нет, у нас не хватает денег, давайте с этого и начнем, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, кому-нибудь говорят эти слова о чем-то, нет, ну, тогда, собственно, можно дальше уже ни о чем и не говорить, ну, а тем, кто продолжил слушать, дальше эту позицию развиваю, если все вопросы в деньгах, давайте увеличим бюджет, давайте делать то, чтобы бюджет наш расширялся, нет, этого нельзя, того нельзя, даже никто не послушал, чего нельзя, кого нельзя, давайте просто гранты привлекать, у вас же гранты, кто привлекает, это очень низкая продуктивность этих грантов, там меньше половины они стреляют, в чем проблема-то, может надо более к ним отнестись серьезно, посмотрите, вот как Елена Касаткина работает, замечательно, человек вообще генерирует гранты, я посмотрел со стороны, во, молодец, она учит команду молодежи, которая за ней идет, так и вы смотрите, и будете тоже хорошо, как бы, хорошо кушать и жить, и ни у кого в карман никому не залази, вот именно это я говорю управленцам, пытаясь донести, но, но, даже если это до кого-то доносится, это не укладывается в их вот, вот этих вот головах, может потому что волос у них много на голове, может быть потому что наоборот у них голове, на голове волос уже нету, не знаю, может потому что хард-диск у них в голове сыпется, но я знаю, что перемен никто не хочет, и никто не хочет, конечно же, наполнять бюджет, какие-то решения использовать, стратегические какие-то, чтобы программа стратегии работала, никто не хочет, но все вот давайте вот сюда вкинем денег, давайте сюда, ну и не забудьте карманы там, сейчас мы приготовим под откаты, да, ну, это все нормально, как бы, это все нормально, это общепринятая практика, но, ну, не хватает денег, и проблемы, проблемы начинаются, там, закрываем детские сады, закрываем производство, закрываем все, схлопываем город, закапываем население, компактизируемся, оптимизируемся, но это же ненормально, вот с этого-то и пошло, ну, типа, закрывали школы, да, закрывали сады, закрывали, ну, учреждения дошкольные, в Комсомольске, там, вот мне тоже один из депутатов говорит, в Комсомольске, там, два, там, две спортивные школы объединились, так это комсомольство, мы население, сколько там, 300-400 тысяч, а это Николаев 20-25 тысяч, ел упало, из них приезжих уже больше половины ассимилировавшихся, тех нижнеморцев-то уже и нету, которые здесь были в 90-х, так чутка еще осталось, ну, я один из них, но я и то приезжий, меня в 4 года в Николаев на море привезли, я не родился здесь, ну, к сожалению, может, не знаю, но я здесь живу, и все вот эти вопросы, которые вот здесь происходят, я все обо всем, в общем-то, знаю, и могу заняться вполне любым вопросом, любым вопросом, но под это необходимы определенные ресурсы, чтобы ими заниматься, и когда вам говорят, а ты что сделал, а ты как сделал, ты почему ничего не сделал, ну, извините, ребята, у вас ресурсы, у вас все полномочия, которые вы не желаете складывать, правильно? Это вот к управленцам, если обратиться, можете им так сказать, у вас ресурсы, почему у вас нихрена не получается? А я спрашиваю с вас, потому что критикую, потому что вы, падлы, живете на моей бабке, которые я зарабатываю, которые я плачу налоги, они вам будут говорить, мы тоже платим налоги, но вы, бляха, скажите им, падлы, платите налоги с тех налогов, которые я заплатил, чтобы вы жрали, вот так и говорите этим, так и говорите, что вы, падлы, кто будет вам так рот затыкать? Никакая управленческая сволочь, которая возомнила себя бог знает чем, которая является, по сути, практически пособниками врагов сейчас в военное время, вот делая то, что они делают, занимаясь распиловкой бюджетов и эмулируя свою работу. Так вот, заканчивая пояснение своей позиции по поводу того, что я сказал, нельзя, нельзя расформировывать детский садик, нельзя закрывать, нельзя менять, перепрофилировать. Вы ничего не сделали для того, чтобы что-то было на самом деле, двигаясь по всему готовому. Только распиловкой занимались. С 2006 года начали пилить вообще активно, распилили все горано, весь отдел образования на отдельных контрагентов, дали всем полномочий, да, кто сколько вывезет, в конечном итоге что, туалет по полгода сделать не могут, пришлось задействовать огромная пора, чтобы какая-то там тетя Мотя подняла жопу свою, начала заниматься своими функциями, свистнула туда, свистнула сюда, пришел слесарь и сделал все-таки туалет. Ну, обалдеть надо. Страдали полгода права детей первоклашек. Это что, нормально, нет? Ну, что это, о чем это говорит? Какой это уровень вообще? И тут тоже денег не хватает? Да нет. Тут, наверное, это все хватает как раз-то. Тут просто уже с жиру, называется, бесимся. Сидим и боимся. Как бы это не потерять? Ой, проблема, ой, туалет не сделанный. Давайте тему замолчим, да? Давайте то замолчим, давайте это замолчим. Проблемы с врачами нету. Что нам там пишут? Есть у нас много платных врачей, есть в Хабаровске медицина. Да мы здесь хотим жить. Мы что, заложники тут, я не пойму, вот этой власти, которая здесь на местах себя возомнила наместниками Бога тут на земле, или что? Они хвалят политику президента и сами идут в разрез этой политики. Это что такое? Что за шаромыжничество такое на шее бюджета? Это что такое вообще? О чем можно говорить? И поэтому, если уж вы хотите так все убивать, вот это вот, все на корню гробить, дальше продолжать оптимизировать, вы людей подготовьте, что да, ради общего блага вы все должны остаться без работы. Ваш садик будет трансформирован. Чтобы люди с радостью сказали, да, мы счастливы, чтобы вы дальше могли бюджет пилить, получать свои хорошие зарплаты, мы должны расстаться вот с нашей работой, мы должны пойти по пути вашей оптимизации. Ну потому что что же мы можем, да, что же мы же ничего не можем. И вот так, вот так, вот нас к этому подводят, да. А я об этом говорю, конечно же, конечно же, будет кричать председательствующий собрания, Хлупина Ольга Владимировна, нельзя записывать себя на собрании, ты нарушаешь, вы нарушаете. Ну о чем это говорит? О том, что, о том, что как ни прячь ты правду, все равно ты не утаишь, все равно свет пройдет. И правда есть, и ее услышат. Время пришло.